Всем привет! С вами Кекс и сегодня я хочу показать самый простой вариант, как можно сделать шоколадное украшение для тортика. Это будут листочки и просто боковые такие плоские штучки. Я не знаю даже как их правильно назвать, заборчик, не заборчик. Ну в общем, я такие штучки делала и с двумя видами шоколада. Сейчас просто у меня тортик, так сказать, в никуда тортик чая, поэтому, собственно, я даже заморачиваться не буду, поэтому у меня с одной. Шоколад я растопила в микроволновке, вот, по 15 секунд я его подогревала, по 30 и перемешивала ложечкой для того, чтобы он хорошо у меня растаял. Этот шоколад у меня не требует темперирования, поэтому, поэтому вот так вот его просто растопила и все, и дальше можно ним пользоваться. Хочу показать, смотрите, я просто ставлю капельку и эту капельку растягиваю в разные стороны, так как мне нужно, по высоте, которая мне нужна. И отсаживаю можно на пергамент, можно на файлик, с этого лучше всего отходит. У меня еще пергамент силиконизированный, поэтому с него вообще замечательно отходит. Симпатичнее получается, когда это делать не ложкой, а ножиком, то есть, такие более острые края получаются, как бы симпатичные. Если у меня там вы видите такие прям, на самой первой особенно сильно заметно, что такие грубые края, то, допустим, ножиком это будут красивые такие рифленые тоненькие полосочки. В принципе, ложкой тоже можно побороться и такие сделать чуть-чуть тонкие. Я сейчас сбоку постараюсь показать, чтобы было более, более лучше видно. Вот. Ну, в общем, оно смотрится прикольно, если особенно сделать, поставить черный шоколад, поставить потом пол ложечки белого шоколада и еще точечку черного, и так растягивать. Ну, тогда симпатичные разводы вообще получаются, черно-белые, очень красиво. Вот можно боковушкой ложечки, я тут пыталась влезть как-то, чтобы удобно и держать было, и все остальное, то есть, боковушкой ложечки более острые края делать. Или, я же говорю, ножиком растягивать, и тоже, как бы, получаются вот такие вот острые штучки, которые на тортике прикольно смотрятся, объемно, и сейчас это очень модно. На самом деле, шоколадный такой грубый декор, очень грубый декор, объемный, большой, смотрится очень красиво на тортиках сейчас. Теперь, что касается самых простых листочков. Может, кто-то из вас уже видел, я, по-моему, показываю раз или нет. Ну, в общем, ставлю капельку, можно поменьше шоколада, это я уже туда насыпала, потому что мне надо было использовать весь шоколад, что у меня остался. Вот, на самом деле, туда буквально пол ложечки шоколада с головой достаточно, растягивайте, делайте капельку, и у кого есть вот такой скребок, отлично вам повезло, у кого нет, придется ножиком сделать такие бороздочки наискосок, чтобы было как жилки у листика. Я беру просто мизинчик и провожу, делая форму листику, такую, как мне абсолютно нравится, просто от пальца на глаз делаю такой листик, как мне нужен. И поставлю сушиться, точнее остывать в форме, ну, вот так и загну чуть-чуть этот листочек, и придавлю чем-то саму бумажку, чтобы он у меня в такой форме высох, чуть-чуть изогнутый. Я просто под низ туда подложила подставочку, вот, и оно у меня вот такое в полуизогнутой форме дальше сушилось уже. Вот, на самом деле, ну, проще уже таких листочков не бывает, я там один листочек сделаю для того, чтобы показать просто зубчиками, там, где я не провожу пальцем. Вот, я вот так вот один листочек сделаю вот так вот, и оставлю, тоже сделаю его изогнутым. Вот, а остальные вот сделаю вот такими вот листочками. Форму вы делаете сами, получаются довольно симпатичные штучки. И это делается в течение, я не знаю, трех минут вместе с растапливанием шоколада. Вот я свой заборчик уже цепляю на тортик. Вот, он у меня будет идти внахлёст. Плюс в том, что я не заморачивалась сильно с краями тортика, потому что мой заборчик практически полностью перекрывает его, и не видно никаких изъянов на моем тортике. Вот, снимается он очень хорошо, цепляется он тоже на любой крем, в принципе, у меня здесь сверху просто взбитые сливки. Вот, и вот так вот я подцепила, вот такие вот острые края, красивые получились у моего тортика. Вот, такие прям объемные, так сказать. Это верхушка моего тортика, тортик у нас к чаю, я потом скину видео, там, где я делала этот тортик. Вот, снимаются мои листики, они отлично снимаются. Вот, отходят прекрасно. И можно дальше уже их цеплять так, как вам нужно. Можно было сделать какой-то цветочек, вот листочек, который я не проводила пальцем, что я говорила, просто провела скребком. Тоже он очень симпатичный по-своему смотрится. Ну, и вот такие вот листочки. Я думаю, что это очень просто, и с этим справится даже школьник, поэтому обязательно повторите. Сюда можно и потом прицепить какой-то мастичный цветочек, неважно, то есть дальше уже ваша фантазия. Главное, что вот такой вот есть мега простой вариант сделать украшение на тортик. Вот, если вдруг какие-то остались вопросы, задавайте внизу под видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Кекс, и вот мой тортик, который, собственно, получился. В следующем видео покажу рецепт самого тортика. До новых встреч! Пока-пока!